Добрый день, дорогие друзья! С нами в студии прекрасная, обаятельная, обворожительная певица Люсина Арутюнова, Саланж, которая сегодня с нами поделится своим творческим путём и о том, как она пришла к тем достижениям, которые есть сегодня. Всем здравствуйте! Спасибо большое, Женя, что пригласила. Скажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь? Ох, с чего начать и чем закончить, Господи! Ну, в первую очередь начался он с того, что прорезался у меня голос, и я начала очень активно заниматься творчеством, писать песни и стихи. Ну, я не знаю, надо глубоко копать моё прошлое. Расскажи про то, как ты написала первую песню и про то, как ты приехала в Москву. Как ты здесь оказалась, что тебя сюда привело и какие цели ты ставишь на творческую реализацию здесь, вот в этом городе? Ну, начнём с того, что свою первую песню я написала ещё в 19 лет. Кстати, я её ещё не выпустила, она называется «Thank you, God», и первую песню я посвятила Богу. С этого, собственно, и начался мой творческий путь. Я всегда стремилась к созиданию и к такой душевной красоте. Я поэтому и взяла такой псевдоним «Душа ангела». То есть для меня всегда было очень важно содержание и смысла в песнях, в музыке, вообще в творчестве. На мой взгляд, творчество, в принципе, оно само из себя представляет такой пласт, который способствует развитию человека, расширению его границ сознания. Если касаться того, почему я нахожусь в Москве и как так получилось, ну, собственно, как и любой творческий человек, я нуждаюсь в развитии, нуждаюсь в зрителе, в слушателе. И, соответственно, чем дальше я шла на пути своего развития, тем больше меня дороги вели сюда, в Москву. В прошлом году, после участия в некоторых конкурсах, я была финалисткой шоу «Голос» в Армении, финалисткой проекта «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия-1». После участия в этих проектах мне поступило предложение уже стать экспертом «Сотни», то есть членом жюри. И я приняла такое сложное для себя решение о переезде в Москву. И вот, собственно, я сейчас нахожусь здесь и продолжаю свой творческий путь. Расширяю круг знакомств, круг своих интересов в том числе. Расскажи, как так получилось, что ты приехала в Москву на шоу «Ну-ка все вместе». Я помню, что ты говорила, что тебе писали неоднократно, несколько раз, и ты сначала не соглашалась. Это очень забавная история, на самом деле. Это был 19-й год, когда я получила первое приглашение на шоу. Мне написали в ВВК с предложением приехать и, собственно, поучаствовать. Но я тогда была очень сильно занята написанием своего собственного альбома. Я пишу песни сама, и для меня было очень важно высказываться через творчество, как я уже говорила, то есть нести какие-то смыслы. И я отказала. То есть мне даже в голову не пришло, что шоу может как-то повлиять на карьеру. То есть вообще, в принципе, такая постановка вопроса, как карьера, меня особо не интересовала в плане того, что для меня было очень важно делать что-то достойное. Это было основное, на что я делала упор. И когда мне написала Лорена, значит, кастинг-директор шоу, я сказала, нет, я не приеду, потому что там нельзя было исполнять авторский материал. Для тебя важно именно исполнять авторский материал? А для меня было всегда важно нести свои мысли зрителю. И уже был 20-й год. Тогда мне написали вновь. И я помню, что у меня как раз в тот момент было, можно так сказать, окно. И я была достаточно свободна в творческом своём полёте. И я подумала, ну раз, уже второй раз зовут, ну давай уже, пробуй, почему бы нет. Я поехала. И могу сказать, что это шоу в какой-то степени вообще перевернуло с ног на голову моё представление о шоу-бизнесе, о музыке, вообще в целом обо всём. И меня изменило очень сильно, внутренне в том числе. В каком плане, в какую сторону? Очень сложно сказать. Ну, наверняка мы все идём вперёд, никто не двигается назад. По-разному говорится. Поэтому, наверное, всё-таки это шоу заставило меня смотреть на музыку не только как творец, как создатель, но и как бизнесмен. То есть с точки зрения коммерческого? Да, да, в том числе и так. Потому что я поняла, что если ты делаешь музыку и вообще занимаешься творчеством только учитывая творческую часть, то, в принципе, вряд ли это как-то далеко двинется с места. Не зря шоу-бизнес состоит из двух частей – шоу и бизнес. Потому что если бизнес-составляющая не включена в процесс твоего сотворения, так скажем, то есть у тебя нет каких-то представлений о том, что ты будешь дальше с этим делать, а у меня никогда не было, я просто делала, потому что это было внутри меня, то вряд ли это достучится когда-нибудь до кого-то и будет услышанным и увиденным. И, в общем, после участия в шоу я сознательно сделала для себя такое, приняла решение, что художник не должен быть голодным. Не должен быть голодным, и надо учиться зарабатывать и монетизировать свое творчество. А когда ты прошла вот этот кастинг на шоу, как отреагировали твои родные и близкие из Краснодарского края, откуда ты родом, какие были реакции, когда ты прошла и тебя показали на центральном телевидении? У тебя были большие рейтинги, там сколько, 3 миллионов просмотров, да? Ну, конечно же, они, можно сказать, хлопали в ладоши. В общем, там была целая история, истерика, просто разрыв, так сказать, атомной бомбы произошел в Краснодарском крае. Если честно, я не ожидала. Ну, то есть в моем мире не было понятия рейтингов, не было вообще вот этих всех таких субъективных моментов касаемо того, что произошло. То есть я к этому не шла, я к этому не готовилась, понимаешь? Я просто сделала кавер, и он был удачным. То есть людям понравился, понимаешь? То есть в моем, моей целью не было делать какие-то рейтинги или кого-то сводить с ума. Я просто спела, понимаешь? Насколько я помню, ты говорила, что ты после вот этого взлета на этом шоу тебе поступало много коммерческих приглашений, включая то, что тебя позвали стать представительницей из Армении на Евровидении. Да, это было в 2020 году. Мне поступило такое предложение от одного продюсера, достаточно известного, потому что она... Это была она. Я проговорилась чуть-чуть. Она уже продюсировала одного известного исполнителя, не буду вдаваться в подробности. Но, как ты знаешь, в 2020 году вообще выпуск, второй выпуск сезона шоу «Ну-ка, все вместе» оказался не самым удачным именно для участников, потому что случилась пандемия. И, казалось бы, вот тот рейтинг и тот успех, который все лицезрели на телеканале «Россия-1», в одночасье просто превратился в пыль, потому что нас буквально после этого выпуска посадили дома на два месяца. И вместо гастрольного тура, который я планировала для себя и выступлений, я просто просидела в четырех стенах. И, можно сказать, обнулилось все. То есть весь этот успех, он тут же сошел на нет. И было ощущение, что мне приоткрыли дверку в какой-то большой мир и тут же ее закрыли. Вот было реально такое ощущение. Было очень неприятно, было очень досадно, признаюсь. У меня даже в тот момент случилась депрессия. Как-то несознательно, но я понимала, что у меня нет вообще никакого творческого вдохновения, нет как будто сил, потому что я очень долго выстраивала вот этот взлет, можно сказать. И, казалось бы, когда я уже почти полетела, меня тут же сбросили вниз. Знаешь, как будто окатили холодной водой и дали протрезвиться. Но этот же успех, он не может быть таким вот, как только всплеск. Я думаю, что если у тебя, естественно, есть талант, то ты, наверное, получал какие-то еще предложения. Но пускай, может быть, не такие громкие, как номинации, быть номинанткой на Евровидне от Армении, но, может быть, что-то еще. У меня было предложение работать бэк-вокалисткой у одного известного артиста. Были еще ряд предложений по сотрудничеству. На тот момент еще по блогерской деятельности стали предложения рекламные. Но, ты знаешь, в моем случае, наверное, просто сработал такой механизм ожидания реальности. Они чуть не совпали. У меня было немножко другое представление уже, как это должно было быть. И, наверное, я ждала, что я начну работать с каким-то уже именитым продюсером и очень серьезно над выпуском своих песен, как автор. Потому что, как я повторюсь, я и пишу музыку, и пишу стихи. Хотя у меня есть из авторов, с которыми мы выпускали огромное количество треков. Его зовут Артем Акопов. Это мой друг. Я ему безумно благодарна за все, что он сделал. Очень много красивых стихов. И благодаря этим стихам я написала много классных песен. И вот буквально сейчас, 25 июля, состоится релиз как раз «Песни лета» на его стихи полностью. Хорошо. Вся история с коммерческой деятельностью мне понятна. Скажи, пожалуйста, ты какую миссию преследуешь? Как творец музыки, сонграйтер? Что ты хочешь, чтобы слушатели взяли от твоего творчества? Ты знаешь, веру в себя. Дело в том, что мой весь творческий путь, вообще, в принципе, мой жизненный путь, он состоит из огромного, колоссального труда и стойкости. Мне на протяжении всей жизни приходится в себе и взращивать, и увеличивать, наверное, такие качества, как целеустремлённость, силу духа, волю и, в первую очередь, веру в себя. Это вот фундамент, на чём всё остальное стоит. Я постоянно сталкиваюсь с огромным количеством препятствий, сложностей, трудностей, подводными камнями. И через песни я пытаюсь донести, что очень важно не сойти с дистанцией, когда тебе приходится преодолевать. Вот даже смотри, 20-й год, казалось бы, у меня какой-то взлёт, и бац, резко всё обнуляется. И в этот момент очень важно не сдаться и понять, что всё-таки надо идти вперёд и продолжать свою деятельность дальше, писать песни и даже в негативе черпать вдохновение, понимаешь? Ну, Москва — это город очень действительно такой крепкий, город сильных людей, и здесь очень высокий уровень конкуренции. Вот как ты к этому относишься? Она тебя как-то стимулирует? Или, может быть, наоборот, ты где-то сдаёшь позиции в какие-то моменты? Ты знаешь, я могла не принимать такого решения и не переезжать в Москву. То есть в Краснодаре у меня за 10 лет был отстроен такой фундамент прочный, что мне хватало всего, понимаешь? Но мне не хватало одного — вызовов. И вот в Москве их предостаточно. Видимо, меня жизнь уже настолько закалила и приучила к тому, что мне надо преодолевать какие-то препятствия, что я без этого не могу, понимаешь? И чтобы расти, чтобы взращивать эту волю, характер и веру в себя, мне понадобилось переехать сюда и столкнуться ещё с большим количеством проблем, сложностей и сопротивления, естественно. Но меня это не пугает на самом деле, потому что я понимаю, что там, где наши страхи, там, где сложности, вот там, где трудности, там рост, там есть развитие. И я приехала сюда ради этого, и, в принципе, на мой взгляд, я не прогадала. Ты говоришь, что в коронавирус у тебя вот это всё резко упало, вот все предложения, которые поступали, резко они отменились, потому что наступил коронавирус. Ты сама что-то в коронавирус, в своей творческой деятельности смогла создать что-то по-настоящему такое глобальное, что вот сейчас ты можешь оценить, как действительно хороший продукт. Ты знаешь, я всегда создаю какие-то продукты, да, то есть музыкальные в данном случае. И в коронавирус писались песни, и продавались песни, в том числе я писала и для других артистов. Вот сейчас просто на память ничего не приходит конкретно, да, на период коронавируса что-то прям именно такое было написано или нет. Но всё творчество, которое у меня есть... Я знаю, что хочу сказать. У меня есть песня, она называется «Бит души». И вот эту песню я как раз там заложила весь этот смысл, который я сейчас тебе описывала, да, того, что нельзя сдаваться, надо идти вперёд. И после прослушивания этой песни один из подписчиков написал мне, что моя песня «Бит души» помогла ему в очень сложный период его жизни, когда он хотел покончить жизнь самоубийством. Да, прослушав её, в общем, он решил не сдаваться, идти дальше. И он мне прислал такую огромную тираду просто, смс-ку. У меня взломали аккаунт, иначе я бы показала. И вот тогда это стало для меня такой отправной точкой, что всё не зря. Что за строчки его там зацепили. Вот ты можешь рассказать, о чём эта песня? Да, там, значит, в песне «Бит души» есть речитативная часть рэп. И я решила не прибегать к помощи рэпера, я исполнила эту часть сама. «Как бы в жизни не было больно, не сдавайся, не будь произвольным». Там вот такие строчки, с этого всё начинается. И в принципе, вот это и есть фундамент моего творчества. Следующая песня называется «Себя храни». Вот она вышла уже здесь, когда я была в Москве. Мы работали над этой песней вместе с «Фабрикой музыки». Я стала участницей этого проекта. Большое спасибо ребятам за это, кстати. Потому что они доработали, додумали, довели, так сказать, до ума эту песню, что для меня тоже немаловажно. И она получилась очень целостной, на мой взгляд. Потом песня «Новый мир». Это тоже песня о том, что на руинах строится всегда что-то новое. Нельзя сдаваться. Есть всегда какие-то ужасные приключения в жизни, сложности, трудности. Всё это всё фигня. То есть надо понимать, что пока мы живы, всё возможно, всё можно исправить. Ну вот твоё творчество, ты говорила, что ты хочешь продвигать свои песни, и получается, что у тебя много светлых песен, которые уже, как показывает практика, ведут людей к чему-то хорошему, доброму. Ну не только светлые песни. Ладно, не надо меня так обожествлять. Хоть я и солов, энджел. Да, как творческий человек, ты наверняка писала не только про лучшие периоды жизни, но в любом случае, я думаю, что твоё творчество так или иначе направлено на то, чтобы всё-таки светить, что-то подсвечивать другим людям, чтобы им было хорошо. Шоу, в которых принимают участие такие певцы, как ты, они что-то дают тебе или наоборот, они отнимают время и толку от этого нет? Потому что я знаю разные мнения в этом плане. Вот что ты думаешь по этому поводу? Есть ли смысл рекомендовать другим новоначальным или уже каким-то продвинутым певцам заявлять о себе на телевидении? Ты знаешь, это очень спорный вопрос на самом деле. Я сейчас не могу прям конкретно что-то советовать или рекомендовать. Здесь каждый должен отталкиваться от своих внутренних убеждений и от понимания того, что он хочет, к чему он идёт, к чему он стремится. Потому что, вот, например, есть ряд артистов, которых мы никогда не видим в медийном поле. Нету их на каких-то крупных площадках, концертах, на Первом канале и всё остальное. Но, понимаешь, открываешь Яндекс и ты видишь, что у них на стримах по 6 миллионов. То есть они популярнее на голову большинства тех, кого мы знаем в медийном пространстве. И о чём это говорит? Это говорит о том, что не всегда конкурсы приводят тебя к какой-то популяризации известности. Понимаешь? Я, например, не могу сказать на 100%, что конкурс дал мне такой буст, после которого у меня, знаешь, хит за хитом. Нет. Вопрос того, что ты хочешь, к чему ты стремишься и что тебе необходимо. Если ты хочешь повышать свой гонорар для того, чтобы выступать на корпоративах, ок, иди, пожалуйста, и выступай на шоу. Тогда ты, может быть, завирусишься, и твой кавер станет каким-нибудь популярным, и твоё лицо станет известным, медийным, и тебя будут приглашать за более большие деньги. Если твоя цель — писать музыку, то, пожалуйста, сиди в студии, пиши музыку до тех пор, пока не выявится среди этих песен какая-то однодостойная под названием «Хит», да, и не сделает тебя популярным. И тогда тебе вообще не нужны никакие шоу. Тогда тебе достаточно будет ходить на красную ковровую дорожку, когда тебя начнут приглашать уже, потому что у тебя хит. Понимаешь? Если тебе не терпится, и ты хочешь просто находиться в этом окружении звёзд, и просто быть в медийном поле, иди участвуй. Но хочу сказать, что там очень высокий уровень конкуренции, и прежде чем идти на шоу, нужно сходить к психологу, проработать все свои травмы. Еще потом. И быть очень стрессоустойчивым. Наверное, даже каким-то броненепробивным. Да, потому что ты можешь прийти туда с такой очень точной уверенностью в себе, но тебя, Катя, таким количеством, будем молчать об этом, да, чего, что в какой-то момент ты можешь просто реально сломаться. И нафиг оно надо было. Понимаешь? Да, ты придёшь, тебя покажут по телеку, но завтра ты просто окажешься у психотерапевта. Ну, а может быть, это просто показывает реальную объективность, то, что ты считал себя где-то в топе, а на самом деле тебе ещё есть куда расти, потому что всегда есть куда расти. Жень, нам всегда есть куда расти. Да, но просто есть люди, у которых, может быть, какое-то немножечко самомнение, о котором им никто не подсказывал, но вот такие профи, как Сергей Лазарев и прочие, кто там был, Николай Басков, да, артисты большого калибра, мастодонты, они могут, ну, на это указать. Мне кажется, это нормально. Просто до этого у них, может быть, не было такой встречи, которую вот так вот им бы показало прям фейс-то-фейс в их задаче. Ну, давай так, что оценивается на шоу, на таких, как «Голос» и на таких, как «Ну-ка, все вместе»? Что в первую очередь оценивается? Как ты думаешь? Вокал. Вокал. А ты думаешь, артист, он состоит только из вокала? Нет, он состоит из многих компонентов, но это уже больше, как бы, тебе виднее, скажем так, ну, аранжировка песни, вокальные данные, вот эта вся мелизматика и так далее, там много же компонентов, но вот я, опираясь на твой опыт, спрашиваю, вот тебе не было, допустим, страшно от того, что у тебя могли как-то вот окатить, да, такой вот грязной водой, скажем так, что ты понимала бы, что это вот немножечко не то, что ты ожидала. Женя, меня окатили в итоге. Ну, насколько я помню, у тебя же судила Ольга Бузова, Николай Басков, Сергей Лазарев. Ну да, и в Армении там тоже ряд артистов. Но дело не в этом, дело не в том, что они судили, не судили. Дело в том, что надо понимать, куда ты идешь, надо понимать, что не всегда эта оценка, она действительно объективна. Потому что вообще сами по себе шоу, это очень субъективная история. Почему? Потому что у каждого есть свое мнение, у каждого есть свой вкус, в первую очередь. Они профессионалы должны, в первую очередь, если не брать, допустим, Ольгу Бузову, при всем моем уважении к ней как личности. Вообще, кстати, скажи свои эмоции по поводу того, когда тебе давала свое мнение именно Ольга Бузова. Она, конечно, тебя похвалила. Я помню, что ты без музыкального образования. Почему? Она у меня есть. Она имела в виду, что не высшее образование, то есть не Гнесинка, ничего. Она сказала, что ты при этом поставила себе такую задачу, и справилась, и она дала тебе положительную оценку. Как ты относишься к таким людям, как Ольгу Бузову, которые находятся на вокальных шоу и дают оценку профессионалам? Мы знаем, что она не профессионала. Я не могу назвать шоу «Фактор Бай» вокальным шоу. Это скорее шоу артистов. «Фактор Бай» — это которое было в Беларуси. Я вообще не ожидала, куда я попаду. Я, видимо, очень плохо была осведомлена. Это шоу ради шоу. Там не оценивают твои вокальные данные. Здесь больше роль играла какая-то кринжовость, харизма. Харизма, да. И вообще, судя по тому, что в итоге меня попросили из этого шоу, хотя взяли, да, на первый взгляд, как бы сначала сказали «Ок, ты проходишь», а в итоге потом оказалось, что нет. Со мной и с рядом других сильных вокалистов попрощались. Потому что, как я повторюсь, шоу — это всегда очень такая история, над которой тоже трудится достаточно большое количество людей. И у них есть свои задачи, которые они через это шоу решают в любом случае. И надо понимать, что ты идёшь туда, показать себя. Ну и на этом всё. Слишком всё близко к сердцу принимать ни в коем случае нельзя. То есть тот максимум, который тебе даёт это шоу, будь это эфир, или будь это какая-то там минутная слава, или будь это заверсившийся ролик, или поднятие твоего ценника потом в будущем на выступление, да, будь этому благодарен и иди дальше. Настоящая магия, настоящая работа артиста, она делается в студии, когда он сидит один на один с собой, с компьютером, с клавишами и творит музыку, понимаешь? Вот там создаётся всё самое настоящее. Вот этот процесс очень важный, понимаешь? А не вся эта вот мишура внешняя. И я вижу, что очень много молодых пытаются вот в это во всё лезть, но я бы дала, вот если говорить о советах, да, такой совет, что ребята, работайте над собой, работайте просто над своей музыкой, над качеством песен, над интересными текстами, над интересными рифмами, над не только содержательными, да, но ещё и главное, чтобы в песне был грув, то есть чтобы музыка цепляла под неё, хотела и станцевать, понимаешь, подпевать. Это самое важное. Если завладеть вниманием зрителя, если завоевать толпу, то уже, понимаешь, вот всё остальное неважно, на мой взгляд, в жизни. Посмотрите фильм «Гладиатор», в конце концов. Вот там же говорят, завоюй толпу, всё, ему ничего не надо в жизни, понимаешь, больше ему не нужны ни шоу, ему никто не нужен. Инста-самка завоевала аудиторию толпу, можно так и сказать, с отрицательной коннотацией. А то же самое Бузова Ольга, молодец. Бузова Ольга, хорошо, Мадонна, которая тоже не является вокалисткой, да, но у неё хиты за хитами, продаваемые, она одна из самых известных певиц в мире и с достойным материалом. Вот как вот это вот понимать, если у тебя нет особых вокальных данных, все это знают, да, что с Мадонной там не сильно это всё как бы развито изначально, как другим профессионалам с этим смириться, потому что мы видим, что есть люди, которые бездарные, как инста-самка Бузова. Да почему ты называешь их бездарными? Они артисты, но не вокалисты. Ребята, почему вы думаете, что они бездарные? Вы думаете, чтобы стать таким популярным, можно быть бездарным? Нет, если ты откроешь любой подкаст, если ты откроешь любое видео, где она поёт, очень много отрицательных отзывов, где пишут, что Ольга Бузову уберите вообще с площадок музыкальных, уберите её из шоу, где она с соседом поругалась на тему. Слушай, а интересно, вот клянусь, мне интересно, кто эти люди, которые так пишут, если у неё армия таких поклонников? Я один из тех людей, который считает, что профессионал должен оценить профессионалов. Если я хорошо занимаюсь лепкой пельменей, то я смогу также оценить новоначального человека, который занимается лепкой пельменей. Если я занимаюсь гончарным делом, профессионально, я могу с точки зрения профессионализма тоже указать на какие-то недостатки. Если ты человек, который плохо поёт, то зачем ты сидишь в конкурсах, где расчёт идёт на людей, которые по-настоящему, немало таких людей было в таких вот шоу, в которых ты участвовала, с настоящими вокальными данными, которые не на харизму опираются, в первую очередь, и не на образ сценический. Вот почему этих людей зовут? Я понимаю, что у них рейтинги высокие, но как вот ты вот... А почему у них эти рейтинги высокие стали? Тебя не интересует вопрос? Нет, меня интересует больше здесь именно вокальная составляющая. Понятно, что они артисты, там, из большой буквы, но у неё, у Бузовой не про вокал. Да, так она и не про вокал, она про артистизм. Был сюжет как раз, где после этого, по-моему, Ольга Бузова покинула студию, она ушла, обидевшись на слова парня, который выступал как конкурсант, и он сказал, что я, Ольга, хочу услышать, мне не профессионалы. Дайте, пожалуйста, микрофон там вашим коллегам, потому что мне это больше волнует. Она на это обиделась, ушла из студии. Вот, заплакав, по-моему, вот как бы это вот один из случаев немногих, который, мне кажется, указывает на то, что люди это всё чувствуют и понимают, что она там не должна сидеть при всём моём уважении к ней. Вот, просто тебе не кажется, что это обидно, когда человек непрофессиональных данных судит людей, которые близки к правилам. Ты ищешь сейчас в жизни справедливости? Нет, я сейчас тебе вопрос задаю. Обидно кому? Мне не обидно. Ну вот я своё мнение выражаю. Тебе, может быть, не обидно, но мне кажется, большая часть людей, которые приезжают туда именно как люди уже в какой-то мере может быть состоявшиеся, либо они очень долго занимались этим. Я не думаю, что там есть люди, которые только вот вчера начали петь, приехали и взяли. Смотри, а что мешает артисту, у которого есть вокальные возможности, хорошие данные, к примеру, да, брать пример у той же Бузовой, чтобы продвигаться? Ну, это про продвижение. Да, ну потому что, смотри, артисту недостаточно просто хорошо петь. Артист — это совокупность факторов. Это да. Это какие-то внешние данные, это харизма, это умение себя подать, это красивый голос, это интересная музыка, это концепция в целом, понимаешь? И вместо того, чтобы сидеть и сетовать на, значит, несправедливой жизни, почему Бузова в жюри, на телеканалах? Это просто объективность. Почему она поёт, не имея голоса, а я, значит, вот там со своими десятью... Нет, я именно больше задаю вопрос не про то, что, почему она поёт, она может делать всё, что угодно, сейчас время свободное, и она может найти свою аудиторию, просто, мне кажется, на федеральных каналах на таких конкурсах всё-таки должны быть такие люди как раз, как Лазарев, Басков, ну и... Так они и есть на федеральных каналах. Да, ну вот она, мне кажется, режет глаза, поэтому я у тебя спрашиваю, вот у тебя было ли какое-то, понятно, что она тебя похвалила, но у тебя изначально не было такого, что вот меня будет судить Ольга Бузова, которая по факту, ну, она просто артист, да, подать она может, да, там у неё рейтинги большие, там блок растёт, но данных у неё... Ты знаешь, мне кажется, с приходом вообще интернета немножко размылись границы такого, таких понятий, да, что вот какой именно должен быть артист, которому можно сидеть в жюри, которому нельзя сидеть в жюри, да, нет каких-то у нас, как бы правильно выразиться... Цензура какой-то? Да, цензуры нет. Нет, и нет условий каких-то конкретных, да, вот кому можно, а кому нельзя. Я считаю, что если её пригласили, значит, она этого достойна, ну или как минимум так считают организаторы этого шоу. Но она может сделать профессиональный промах. Подожди, но я не видела... Нет, там, где нужно было сказать «да», потому что она что-то не поняла. Я не видела ни на одном федеральном канале её, как члена жюри, именно в России. Ни на первом на «Голосе» я не видела её, ни на «Россия-1», на «Ну-ка, все вместе» не видела. Раз-два и общался. А в массе своей это больше такая история. Ну, то есть ты считаешь, что в современном мире с развитием интернета вот эта площадка, она даёт больше свободу, вот без какой-то цензуры, и ты считаешь, что это имеет место быть? Это имеет место быть, и вообще всё имеет место быть, понимаешь? Всё может быть. Вот всё может быть. Почему кому-то можно, а кому-то нельзя? Нет такого. Если ты откроешь интернет, ты увидишь огромное количество артистов, которые, скажем, не обладают они диапазоном в пять октав. Нет у них регалий, понимаешь? Но у них есть аудитория, у них есть аудитория, которая хочет их слышать, потому что этот артист что-то несёт этой аудитории. И это самое главное, понимаешь? Не важно, как громко и красиво ты поёшь, важно, как ты цепляешь, насколько в тебе есть вот эта энергия. Потому что все люди притягиваются друг к другу за счёт этой энергии. И вот у артиста это очень важно, качество это, харизма, я считаю. Понимаешь? Я с тобой согласна. И поэтому как бы неудивительно. Мне кажется, что у Ольги есть эта харизма, и она достаточно очень неглупый человек. Мне кажется, она умный человек. Очень. Просто вот, я повторюсь, это вот для меня не стыковка. И если есть кто-то ещё, кому так просто обидно за то, что человек, как она, находится в медиапространстве, мне кажется... Не в медиапространстве, а именно в вокальных, ну, по крайней мере, в шоу, которые претендуют на то, что туда приезжают певцы. Пускай это не вокально, даже с расчётом на какие-то кринжовые истории. Но всё равно туда не актёры, не художники. Просто пускай эти люди, если есть такие, да, которые тоже негодуют, просто поучатся. Поучатся тому, что делает она. И, может быть, они поймут, что это на самом деле очень сложный большой труд. Ну, я вела мысль про то, что просто она может сделать вот этот вот антипрофессиональный промах, когда перед ней будет настоящий талант, она может по каким-то аспектам ну, что-то не распознать. Вот в таком плане это, мне кажется, вполне имеет место быть. Ну, если мы увидим её на «Голосе» на Первом канале, тогда поговорим. А сейчас я не наблюдала там Ольгу Бузову. Когда ты попала на эти шоу, у тебя были какие-то люди, которые тебе прям вот активно завидовали? Потому что я знаю, что у тебя начал активно расти блог, да, после того, как ты стрельнула на 3 миллиона, и у тебя Инстаграм вырос. Да, и у меня его взломали. Видимо, были такие люди. Может быть, какие-то знакомые из твоих родных, место, откуда ты приехала, что-то потом выражали, какие-то хейтерские комментарии, и я знаю, что ты продолжаешь вести уже новый блог, и у тебя хорошо стреляют рилсы. Вот есть ли у тебя какие-то такие злопыхатели, которые не рады тому, что ты приехал и живой ван? Ты знаешь, ко мне лично ещё никто не подходил и не говорил, я тебя ненавижу, сдохни. Такого не было. Мне кажется, такое редко бывает вживое, обычно это диванные критики, которые пишут комментарии, либо какие-то слухи. Я ж не могу знать наверняка. Ну, значит, не доходило, да? Таких людей, которые в открытую мне это лично говорили, не было. Естественно, у каждого из нас, наверное, с ростом популярности появляются какие-то, может быть, недоброжелатели, и такое тоже присутствует. Судя по тому, что мне взломали два раза аккаунты, у меня тоже они есть, но я их не знаю в лицо. Но, знаешь, я как-то о них не думаю. Ну, есть и пускай как бы существуют. Есть, слава богу. Моя личность. Да, моя задача, да, как говорится, если тебе плют в лицо, значит, ты впереди, да? Ой, точнее, в спину. Новый рилс придумали. Да, если тебе плюют в спину, значит, ты впереди. Главное просто делать своё дело и делать его хорошо. Я каждый день думаю об этом, понимаешь? Моя задача — это хорошо делать своё дело. Вот что-то сделать лучше, чем вчера. Записать новую песню какую-нибудь классную, понимаешь? Как-то поработать над жанром. Мне кажется, я, честно говоря, вот мне кажется, что я до сих спор в поиске себя настоящей, вот настоящей в плане того, чтобы это была моя музыка, вот именно моя и больше ничья, чтобы, послушав 2-3 песни, ты такой, ой, это стиль Соланж, понимаешь? Я к этому иду. Для меня это важно. А то, сколько у меня там недоброжелателей, господи, да и не всегда будут. Я же тебе говорю, у меня всё творчество, оно завязано на то, что надо верить в себя и ни в коем случае не спотыкаться об сложности, да, не сдаваться. Ну, а ты сейчас какие-то треки пишешь для того, чтобы выпустить какой-то хит, потому что все певцы, они живут хитами, да? Абсолютно. И есть ли у тебя какие-то песни, которые претендуют на то, чтобы стать каким-то невероятным хитом, вот по твоему мнению? Может быть, в будущем ты планируешь выпустить какую-то песню, может быть, фит? А ты понимаешь, невозможно это планировать. Это можно только делать и потом выявить. Наверняка какой-то у тебя есть текст, на котором ты трудишь, как первая песня, Санки Югат, мне кажется, у неё очень знаковое и довольно громкое название для первой песни особенно, как будто прям действительно свыше что-то пришло. Может быть, у тебя сейчас есть какой-то там продукт, который ты даёшь ему огранку, и он уже скоро будет, скоро будет релиз этой песни. Ну, как я уже сказала, 25 июля состоится релиз песни под названием «Лето». Это очень нетипичная для меня композиция, потому что она очень лёгкая. Текст, как я сказала, писала не я, мой друг Артём Акопов. Песня о лёгкости бытия в летний период жизни. Знаешь, в ней не заложено никакого фундаментального смысла. В общем, отрываемся, гуляем, танцуем и всё такое. Дальше выйдет ещё несколько треков. Все, в принципе, по жанрам очень разнообразные. Как я уже сказала, я в какой-то степени в поиске себя, себя настоящей. И, наверное, придёт тот час, когда я пойму, что вот это та самая песня, которая, знаешь, сделала меня популярной, известной. Пока такой нет. Хотя у меня очень большой бэкграунд, на самом деле. Очень много композиций, которые я люблю. Это песня «Себя храни», «Вид души», «Новый мир», «Только ты, верят небеса». В прошлом году я выпустила песню, которую написала очень давно, она лежала в столе. Вот у меня не было внутреннего такого отклика, чтобы её спеть с полной уверенностью. Представляешь? Там такие строчки «Полный газ и оборот». Боже мой, почему я не могу никак вспомнить эти строчки, когда надо их говорить, а не петь? Почему ты нам потом скинешь свои треки, мы послушаем. А в меня верят небеса, понимаешь? Я не могла… Ты чувствуешь какую-то связь с высшей силой, ты имеешь? Всегда, всегда. Но я не могла выпустить эту песню с полной уверенностью, потому что у меня не было как будто вот этой вот… Энергии. Да, энергии и вот стопроцентного такого ощущения, что они правда в меня до конца верят, понимаешь? Может быть, это просто ты себя до конца не веришь и проецируешь это на небесах? Не могу сказать, нет. Тебе нужно, чтобы прям какая-то стопроцентная уверенность запал внутренний, и ты такая «Да, это вот трек, посланный не с неба». Да не совсем, прям с неба, господи, ладно, не будем уходить в какую-то там, не знаю, эзотерику. У меня это случилось. В прошлом году, когда я приняла ряд очень серьёзных решений в своей жизни, я на них фундаментально смогла опереться и почувствовать вот эту внутреннюю уверенность до конца, и тогда я смогла уже записать эту песню с полным осознанием тех строк, которые я хотела донести слушателю. И выпустила песню «Верят в небеса», после чего получила приглашение «Ну-ка все вместе» в качестве члена жюри. Представляешь, это уже случилось вот само по себе. Ну то есть ты имеешь в виду, что это как-то вот, оно как будто ждало твоего решения, а когда ты приняла, это уже автоматически просто стало уже твоим, грубо говоря. Я не могу сейчас ничего говорить, я лишь сейчас буду оперировать факты. Да, то есть я выпускаю песню, я включаю эту внутреннюю уверенность в себе, выпускаю песню, и после этого получаю ряд приглашений. Во-первых, мне написала пиарщица и предложила, значит, пропиарить мой релиз. Она говорит, у тебя случайно нет новых треков? Вот так просто из ниоткуда. Человека я вообще не знаю. Я говорю, может быть, это просто вот ты как бы чувствовал вот этот вот какой-то интуитивный позыв, и он говорил, что надо сделать, и потом оно уже закручивается. Вот я же тебе это говорю. И тебе уже возможности сами притягиваются, когда ты сам ничего уже, грубо говоря, после этого не делаешь. Да, да. Я всегда вот в своем блоге, в своих сторис, то есть везде, где я в социальных сетях проявляюсь, я говорю всегда одну фразу. Все работает изнутри наружу. До тех пор, пока тебе нечего дать по-настоящему, да, не говори, не иди, сиди, просто напитывайся. Сначала нужно взрастить в себе. Очень важно взрастить в себе какой-то смысл, который ты хочешь принести в этот мир, понимаешь? И когда ты взращиваешь смыслы, уверенность, ну, собственно, когда ты сам наполнен, и тебе есть что другим дать, вот тогда поле начинает давать тебе обратно, понимаешь? Ты сам должен быть генератором. Не жди, что этот мир что-то принесет или чем-то тебя Ну, бывает просто, что накопится какой-то вот стаж профессионализма, когда ты уже давно, ты и так давно на сцене, у тебя не один год, да, за спиной, и ты просто, скажем так, ну, сама чувствуешь, что ты уже вот в нужном месте, в нужном, стекаются обстоятельства так, как вот они стекаются, и так и должно быть, потому что у тебя была дорога до. Мне кажется, это так обычно работает. Ну, или так, может быть, и так. Хотя есть масса артистов, которые смыслов не дали в своей песне. Это называется накопленный потенциал. Да, накопленный потенциал, который уже вот ждет своей реализации, а ты, бывает, сомневаешься и боишься его раскрыть, потому что чувствуешь, что что-то тебе еще там надо доработать, а на самом деле просто надо сделать шаг вот в эту неизвестность, как будто порисковать немножечко, и уже открыть для себя какой-то новый горизонт реализации. Осмелиться, осмелиться. И знаешь, для артиста еще очень важно такое качество, обладать таким качеством, как наглость. Распихать всех локтями и стать первым. Ты знаешь, ну, не совсем распихать всех локтями, я бы сказала... Не давать себя в последнее место. Да, не бояться себя презентовать, не бояться себя показывать, да, и рассказывать о себе. Когда я была на шоу «Ну-ка, все вместе», я очень хорошо помню, как Сергей Лазарев сказал, когда я была уже на финале, что сейчас не время тушеваться. Не бойтесь проявляться, не бойтесь быть открытыми, не бойтесь быть собой, не надо стесняться. А ты понимаешь, я очень росла в консервативной такой семье достаточно армянской, где мне всегда говорили, что у девочки должно быть свое место, ты должна быть вот такая, ты должна быть скромная, ты должна вести себя правильно. Да. Но они не видели в тебе потенциал будущего артиста. Это было мне потенциал артистки всегда, потому что я с детства и пела, и танцевала. Боялись, что звездная болезнь придет, может быть? Нет, это просто, понимаешь, установки и правила именно такого социума. Мне кажется, это воспитание просто такое. Да, да, не больше. И я всегда росла в такой среде, где мне говорили о том, что нужно быть сдержанной, и у тебя есть младший брат и сестра, и ты должна быть для них примером. То есть эта фраза... Ну, а может быть, сдержанность здесь имеется в виду, что ты не должна быть какой-то распоясанной, безалаберной, что ты должна как-то быть более собранная вот в этом плане, чтобы подавать пример, потому что скромность и, допустим, отсутствие скромности, просто какая-то яркость твоего характера, это не всегда про то, что ты безнравственный человек. Может быть, в плане просто какой-то нравственной, моральной категории, что ты должна была быть какая-то собранная. Ну, безусловно, и в этом плане в том числе. Но ты когда ребёнок, и тебе говорят, говори потише, кушай тихо, да там, сиди спокойно, или там подавай правильный пример. То есть вся твоя вот эта яркость, открытость, она в какой-то степени уже начинает немножко ущемляться, зажиматься, зажиматься. И потом проявляться сложнее просто такого человека. Конечно, безусловно. Я не могу сказать, что на меня плохо повлияли родители. Нет, я обожаю своих родителей. Огромное им спасибо за всё, что они мне дали. Я их очень люблю. Но, как бы, знаешь, у всех есть недостатки, да, какие-то. И в детстве все самые большие травмы закладываются именно вот в этом возрасте, в детском. Каждое неверное слово может неправильно интерпретироваться ребёнком, и потом в будущем превратиться в какую-то травму, и всё в этом духе. Я просто лишь говорю о том, что меня воспитывали в духе консерватизма и такой, знаешь, ответственности всегда, как старшую. И это в какой-то степени дало отпечаток, естественно, и на моём позиционировании. То есть я никогда не старалась никого, знаешь, растолкать локтями или быть впереди Вселенной. Нет, у меня просто было всегда желание и стремление двигаться вперёд, достигать результатов, потому что мне всегда хотелось опираться на свои две. Мне никогда не хотело выйти замуж за богатого принца, никогда не искала сумочки Биркин, мне это всё было всегда неинтересно и до сих пор в том числе. Для меня главное после себя оставить какой-то след. На мой взгляд, ты бессмертен тогда, когда ты оставляешь после себя след в этой жизни, творчество, музыку, и тогда ты можешь обрести реальное бессмертие, понимаешь, какое количество артистов, которых нет, но ты их слушаешь, ты смотришь их фильмы с их участием, и они живут, понимаешь, они живы. И я всегда говорю, что мы после себя оставляем только имя, и это то, на что стоит работать всю свою жизнь, и во что стоит вкладывать. Поэтому я и пропагандирую веру в себя, понимаешь? Чем больше будет таких людей, которые несут смыслы, тем интереснее будет наша жизнь, на мой взгляд. Последний вопрос касаемо твоей деятельности. Если не получится выстрелить и стать очень популярным артистом, что тогда? А почему не получится? А вдруг? Ну, может, по-разному сложится? Что будет, если не получится? А почему надо об этом думать? Просто вопрос задаю. Ну, не думала я об этом. Ты понимаешь? Будет тебе обидно, если не получится? Ты знаешь, как тебе сказать? Когда я переезжала 10 лет назад из Новороссийска в Краснодар, я ставила перед собой цель купить себе квартиру. У меня не было мысли, что может не получиться. Вот мне было пофигу, понимаешь? Вот все было пофигу. Мне нужно купить себе квартиру. Все. Ну, получается, должна быть абсолютная вера в себя, а время уже покажет, да, что у тебя получилось. Ну, на секундочку, она у меня есть. Я не веду, что в любом случае есть еще куда идти и двигаться тебе еще, ну, есть куда. Я отношусь к той категории людей, которые считают, что нет ничего невозможного. Это понятно. Мне кажется, в принципе, мир, он по этим законам и всегда существовал для людей-то творческих таких пределов. И твой успех, и твоя реализация, вот действительно, она во многом… Да, есть ряд факторов, я не исключаю. Мы живем в социуме, в мире, здесь все очень непредсказуемо, но во многом зависит от твоей внутренней уверенности, как я и говорю. Вот если ты задался целью, что это у тебя будет, и ты не смотришь на какие-то возможные провалы, оно будет. Понимаешь? Это можно просто отнять у каждого человека по-разному. У кого-то год, инстасамка, привет, пример. Десять лет, может быть, а может и двадцать. Там, здравствуйте, товарищ Линкольн, которых пятьдесят пять, по-моему, стал президентом. Ну вот, пожалуйста. Но жизнь, она все равно не бесконечная. Скажем так, какая у тебя получается фабула, чтобы подытожить формула того, что надо делать певцам, чтобы не отчаиваться и идти до конца? Слушай, ну просто люби свою творчество. Старо как мир. Да, но больше ничего не остается, понимаешь? Ты же не можешь быть счастлив только от результата, ты должен еще чувствовать вкус от самого процесса. Если ты не получаешь удовольствие от процесса, лучше вообще не делай. Вот как я думаю. Я, например, кайфую, когда я создаю. Вот правда. Мне не настолько нравится даже, вот знаешь, участие в шоу или там просто выступать где-то и на камеру работать. Ну в данный момент, в данный период жизни, я имею в виду не то, что было, а то, что сейчас происходит. Тогда мне это безумно нравилось. А вот сейчас. Мне настолько нравится работать в студии, мне настолько нравится сам процесс создания, и от этого правда получаю удовольствие, что мне кажется, рано или поздно я все-таки нащупаю свое, по-настоящему свое. Ну я в процессе, и ты знаешь, моя жизнь, например, не состоит исключительно из карьеры. В ней есть много чего другого интересного. И хобби, и вечная жизнь у меня есть, и друзья у меня есть. Понимаешь? Поэтому нельзя упираться во что-то прямо такое. Ну все равно это карьерный путь, это в любом случае карьера на первом месте у артистов, которые хотят добиться больших масштабов, признательности огромной, хотя бы всероссийской. Естественно, всегда в приоритете будет, мне кажется, карьера. Сфера жизни, остальные, конечно, тоже они существуют, подтягиваются, но тем не менее, мне кажется, что главный путь, вот именно творческий, всегда занимает у артиста. Ну, я бы сказала, реализация, наверное. Реализация? Реализация личная. Но она важна, ты понимаешь? Ты же пришел сюда один и уйдешь один. Естественно, тебе ничего не остается, кроме как себя здесь реализовать, оставить после тебя вот этот след, и все. А как много мы знаем еще творческих людей, которые уходят с этой жизни, только потом получают свою долю славы, да? Такое же тоже есть. Поэтому я не знаю, как там сложится в моем случае. Во всяком случае, я для себя поняла одну простую вещь. Надо получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я получаю удовольствие, когда у меня есть вызов. Всегда преодолевать себя. Да, то есть, о, тут меня еще не было, это я еще не пробовала, с этим я еще не справлялась, понимаешь? И уверенность, она тоже растет именно с каждой новой преградой, на самом деле. Да, только так, больше никак иначе, все. Поэтому там как получится, будет хит, классно. Но, на мой взгляд, он неминуем. На этой строчке мы закончим наш подкаст. Спасибо большое, Соланыш, певица, артист большой буквы. Мы желаем тебе только успехов, чтобы тебя обязательно в ближайшем будущем выстрелил один из твоих хитов, и мы тебя все дружно стороной слушали и повторяли слова каждой песни. Спасибо.